Поесть сладкой ваты и мороженого, пострелять в тире и получить свою дозу адреналина после аттракциона. Такие желания возникают у горожан, когда на календаре май. В парке культуры и отдыха подготовка к открытию сезона завершена. Аттракционы проверены и готовы к запуску. Уже завтра, 1 мая, запустят свои механизмы 17 каруселей. А пока они пустуют и мирно ждут гостей, работники парка культуры и отдыха создают красоту и уют. Ведь держать марку многофункционального парка непросто. Сфера деятельности культурно-массовой жизни, что касаемо нашего парка, очень разнообразна. Так как мы, не побоюсь этого слова, единственный в Беларуси многофункциональный парк. Помимо аттракционов, которые располагаются у нас на территории, по улице Ленина и парк воинов-интернационалистов, микрорайон Восток, наше предприятие предоставляет самый различный спектр услуг. В сфере культурно-массовых мероприятий можно выделить театр эстрады, которые радужно принимают коллективы города Бреста, коллективы других городов республики, а также стран ближнего зарубежья. Обрезка деревьев, высадка новых цветов и кустарников, ремонт пешеходных мостиков и дорожек – все это выполняется на постоянной основе. Ведь уникальность парка в том, что он работает не от сезона к сезону, а круглый год. А потому сохранять опрятный внешний вид – одна из главных задач специалистов парка культуры и отдыха. Новшества будут. Мы вводим систему оплаты с 1 мая. Также мы планируем в этом году покупку нового передвижного аттракциона, который будет работать как здесь, так и на Новый год на площади Ленина. Скорее всего, это будет детский аттракцион, поэтому пока мы прорабатываем варианты, рассматриваем предложения. Все будет зависеть от финансового состояния предприятия. Марс, Вальс, Зигзаг, Орбита, Калипсо, Колесо обозрения – эти и другие аттракционы готовы принять посетителей на 100%. Допуск к эксплуатации получили все без исключения. К слову, открытие сезона в парке культуры и отдыха планируется насыщенно. Здесь пройдет молодежный фестиваль красок Color Fest, который добавит ярких эмоций.